Следственный комитет России проверит обстоятельства исчезновения в Пермском крае группы туристов. Будут проведены мероприятия в отношении организаций, которые указывают в такого рода студии. Первые итоги промышленной выставки Инопром-2023. Каких соглашений удалось достичь? Проект решает очень важные задачи. Это локализация компонентной базы и импортозамещение. И число выявленных на таможне. В аэропорту Перми право нарушений выросло в 2,5 раза. Какие причины? Кроме того, расскажем про кадровую ротацию в общественной палате региона. Обсудим эти темы сегодня в Пермском эфире РБК. В студии Ксения Бажутина. Здравствуйте. В Перми побед абсолютный рекорд жары. Об этом сообщили специалисты проекта «Метеорологи Я». На метеостанции Пермского классического университета была зафиксирована температура более 39 градусов. Это самый высокий показатель за всю историю метеонаблюдения. До этого самая высокая температура в Перми составляла чуть более 37 градусов. Она была зафиксирована 7 августа в 1936 году. По прогнозам синоптиков, похолодание придет в Край в четверг. А по предварительному прогнозу, жара вернется 20 июля. К этой теме мы еще вернемся. Пока к другой обсуждаемой новости дня. В Пермском крае группа туристов с детьми пропала на сплаве. Днем в регионе велись поиски. Информацию о том, как развивались события, мы собрали в материале далее. События, обсуждаемые сегодня во всей России, начались 4 июля. Тогда 22 туриста, в числе которых 11 детей, отправились по маршруту Средняя Усьва. В поселок Усьва они должны были прибыть 9 июля, но так и не вышли на связь. В пресс-службе Краевого министерства территориальной безопасности уточнили, что группа не была зарегистрирована. По словам экспертов, участок, по которому должны были сплавляться туристы, самое верховье реки с низким уровнем воды. А в этом засушливом июле он еще и аномально низок. Этот маршрут проходим по весне во время половодья. Соответственно, организатор, кто принял решение выходить на этот маршрут, получается, не предполагал, что будет низкий уровень воды. Вот это странно. Но я не вижу в этом чего-то страшного. То есть, скорее всего, пройдя небольшое расстояние, они или пропороли катамаран и сели на мель, или просто столкнулись с тем, что не могут идти дальше, им приходится слезать с катамарана и двигать катамаран руками, просто тащая его на себе. МЧС России организовала поиски тургруппы. Вертолет Ми-8 вылетел из Казани. На поиски последовали и пожарно-спасательные подразделения МЧС России с беспилотниками, а также добровольцы Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Сплав длительный. Не исключено, что кто-то мог получить травму. Это тоже может затруднять прохождение маршрута, так как влияет как минимум на психологическое состояние группы. Не регистрировать группу в МЧС безответственно и непрофессионально, на мой взгляд. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил усилить поиски пропавшей группы. Около двух часов дня туристов обнаружили спасатели Губахинского аварийно-спасательного формирования в Губахинском муниципальном округе, в 7 километрах от деревни Безгодова. Туристов решили не эвакуировать. Группа захотела продолжить двигаться по маршруту. Насколько я понимаю, эта группа была абсолютно самостоятельная. Тут ничего принять нельзя, они имеют права там сплавляться. Есть, как правило, руководитель у группы, да, если он есть, то есть руководитель ярко выраженный, обычно, ну, он там несет какую-то ответственность. Но здесь ответственность-то в чем? В том, что они позже вышли, ну, позже-позже, как бы все живы-здоровы. Все туристы живы-здоровы. Мезики в дальнейшем проведут обследование и дадут оценку состояния их здоровья. В настоящее время указанная группа может продолжить маршрут. Однако Министерством территориальной безопасности совместно с причастными органами федеральных исполнительной власти будут проведены мероприятия в отношении организаций, которые оказывают такого рода услуги. Следственное управление и Следственного комитета России по Пермскому краю заявили, что и после окончания поиска тургруппы следователи продолжат устанавливать все обстоятельства исчезновения людей во время сплава по Усве. А по результатам проверки примут процессуальное решение. Опрошенные РБК Пермэксперты резюмируют. Для предотвращения подобных случаев нужно усилить информирование населения об удаленных природных точках на традиционных сплавных маршрутах с низким уровнем воды, а также рекомендовать путешествовать только с проверенными туринструкторами. Число выявленных на таможне в аэропорту Перми правонарушений выросло в 2,5 раза. Об этом сообщили представители Международного аэропорта Перми. По итогам первого полугодия текущего года было зарегистрировано 155 дел об административных правонарушениях. За аналогичный период прошлого года их было всего 60. Так, в результате таможенного контроля выявили 104 факта перемещения товаров, попадающих под действующие запреты и ограничения. Три раза пассажиры были задержаны при попытке провести оружие однажды из-за незаконного перемещения сильно действующего вещества. Рост числа правонарушений сотрудники таможни объясняют значительным увеличением пассажиропотока в Пермском аэропорту. Так, за первое полугодие текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 38% и составил 68,5 тысяч человек. Перейду к другим темам. Новые производственные мощности и объекты. На Иннопроме заключен ряд важных для региона соглашений. Какие отрасли получат дополнительное финансирование, расскажем в нашем следующем сюжете. В Перми расширят производство кабелей для строительной отрасли и нефтегазового сектора. Федеральный фонд развития промышленности профинансирует проект пермского предприятия «ЛК-кабель». Сумма льготного займа составит 500 миллионов рублей под 1% годовых. Средства пойдут на увеличение производства кабелей специального назначения для сложных условий эксплуатации, например, на Крайнем Севере. Подписание соглашения состоялось в ходе выставки Иннопром-2023. Проект пермских промышленников – это более 30 рабочих мест и налоговые поступления в бюджет региона. Проект решает очень важные задачи – это локализация компонентной базы и импортозамещение. И, собственно, предприятие по собственной технологии будет производить уникальный кабель, где 90% компонентов российского производства. Условно, это мандат фонда. Мы про такие проекты. И на сегодняшний день мы поддержали уже в Пермской крае 78 проектов. Еще одно соглашение о сотрудничестве было подписано с компанией «Ависма». Промышленники проинвестируют 100 миллионов рублей в строительство нового корпуса политехнического техникума и общежития в Березняках. В прошлом году на 7-м Пермском инженерно-промышленном форуме было подписано соглашение о создании единого консорциума, объединяющего предприятия Верхнекамья и правительства Пермского края. В него вступили «Уралкали», «Еврахим», «Усольский калийный комбинат», «Ависма» и «Березняковский содовый завод». Цель объединения – развитие инфраструктуры политехнического техникума в Березняках. Таким образом, «Ависма» стала первой компанией, которая сделала конкретный шаг в рамках консорциума. Целью этого проекта является качественное обучение студентов, а также обеспечение их комфортного проживания. Ведь многие из этих студентов, которые будут обучаться, они придут на наши предприятия. И вообще, в принципе, инвестиции в молодежь, в ее развитие – это залог будущего любого предприятия, города и даже страны. На инопроме состоялась встреча представителей краевого правительства с делегацией Беларуси. На ноябре у минской стороны запланирована бизнес-миссия в наш регион, которая включает в себя знакомство с производством электродвигателей и обсуждение поставок шасси для спецтехники пермским предприятиям. «В этом году действительно больше присутствия предприятий, больше людей, больше контрактов. Это означает, что российская экономика, она не просто сейчас преодолевает какие-то санкционные режимы. Российская экономика, промышленность, она развивается. Как сказал вчера министр Мантуров, мы находимся на марше, то есть мы идем вперед и уверенно смотрим будущее». Сегодня делегация правительства Пермского края завершает свою работу на форуме. Тем не менее, впереди еще два дня. Предприятия региона продолжат знакомить гостей инопрома со своими возможностями на стенде Пермского края. Продолжу тему промышленной выставки. Инопром 2023. Что сейчас происходит на площадке форума, расскажет моя коллега Кристина Чигаева. Она сейчас на связи со студией. Кристина, привет, передаю тебе слово. Ксения, приветствую тебя из Екатеринбурга. На самом деле, у нас уже рабочий день подошел к концу, поэтому абсолютно все стенды, которые находятся в нашем павильоне, в том числе и из Пермского края, пропустил, потому что рабочий день уже завершился. Но я могу сказать то, что, например, Индонезия и Иран станут новыми странами, с которыми Пермский край начнет плотное сотрудничество. Об этом сегодня на форуме Нопром Рыбакоперма сказал глава региона Дмитрий Маконин. Теперь список из зарубежных стран будет расширяться. Это связано в том числе и с периодом санкций. Если ранее это были Армения, Азербайджан, Узбекистан, то теперь вот это будет еще и Иран, и вместе с ним Индонезия. Возможно, в ближайшее время также туда включится, например, Индия. Также на стенде сегодня были представители как Казахстана, так и Беларуси. Среди основных акцентов, о которых они нам рассказывали, это работа в отрасли машиностроения, горно-перерабатывающей отрасли, высоких технологий, цифровизация и образование. Также, например, особенно Республику Беларусь интересуют двигатели и высокотехнологичные принтеры, поэтому сегодня они также оказались на стенде Пермонского окраина, ну и диригация, которая состоит как из членов правительства, так и из участников бизнеса. Сегодня посещали стенд Республики Беларусь. Вот в нашем павильоне это, наверное, самая большая выставка, где представлены, собственно, главные разработки именно белорусской стороны, которая славится как раз отраслью машиностроения. И сказали, что у нас и в дальнейшем будет плотное сотрудничество, то есть именно Республика Беларусь и Пермский край начали это все еще в прошлом году, когда глава региона ездил в Минск, в том числе на встречу с Лукашенко. Теперь наши стороны будут продолжать сотрудничество, а также усиливать те позиции, на которых они сейчас видят перспективные ниши. Ксения, на этом у меня все. Передаю тебе обратно слово в студию. Кристина, спасибо большое за такой подробный комментарий, а я перейду к другим новостям. Центробанк может увеличить ключевую ставку уже 21 июля из-за падения рубля вплоть до 8,5%, считают опрошенные участники рынка. О прогнозах моя коллега Анастасия Жирстобитова поговорила с экспертом. Далее это интервью. Банк России может поднять ключевую ставку уже в июле. Он вновь сохранил ее на уровне 7,5%, но сигнал о повышении стал еще жестче, отмечают аналитики. Обсудим прогнозы с Марком Усмановым, старшим преподавателем кафедры финансов, кредита и биржевого дела ПГНИУ. Марк, здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия. Вот сейчас главный вопрос для всех россиян, для пермяков. Стоит ли ожидать повышение ключевой ставки в июле? Каковы ваши прогнозы? Как мы знаем, действительно, Банк России проводит 8 свиданий в году, посвященных изменению процентной ставки. Ключевой ставки, 4 из них опорных, приходится примерно на середину кварталов, ну и 4 дополнительных. Действительно, следующее свидание Банка России, посвященное ставке, состоится 21 июля этого года. И ожидания действительно в экономике существует и сам Центральный банк. это декларирует, что, скорее всего, будет повышение ставки. Причем, действительно, риторика уже сочилась. Если на заседании апрельском говорилось о том, что 28 апреля, что Банк России будет оценивать необходимость поднятия ставки, то сейчас говорится о том, что Банк России будет оценивать размер повышения, то есть насколько повысить. Более того, Эльвира Набиуллина, выступая, говорила о том, что на последнем заседании, которое состоялось 9 июня, даже диапазон оценивался 0,25-0,75, насколько повышать ставку. Но, тем не менее, как мы знаем, Центральный банк обошелся вербальными пока, некими увечеваниями рынка. Продекларировал, что ставка будет повышена, но пока не повысил. Но, тем не менее, обосновал, почему повышение будет. Несколько факторов выделяется основных. Первый фактор – это повышение или ускорение исполнения бюджетных расходов. Да, все знаем почему. В том числе бюджетные инвестиции. Город наш стал лучше, кстати, к 300-летию, если брать локальную историю. И продолжается эта работа. Вторая – это существенные изменения на рынке труда. А именно дефицит рабочей силы. Ну или, скажем так, минимальный очередной минимум уровень безработицы. Вот вы перечислили ряд тенденций, но они наблюдаются уже, наверное, что-то около полугода, около года. Почему все-таки сейчас будет возможно принято решение о том, что вот сейчас пришло время поднять? Ну, соглашусь с вами, да, достаточно давно наблюдается. На самом деле, вот эта ставка, 7,5%, установилась 19 сентября, по-моему, 2022 года, то есть чуть менее года назад. И тогда условия были совсем другими. Тогда, к примеру, курс доллара, август-сентябрь, колебался вокруг 60 рублей за доллар. Значит, стоимость барреля нефти была 92-93 доллара за баррель нефти. То есть это все были позитивные для российской экономики сигналы. Более того, мы тогда знаем, что монетарные власти и Минфин были серьезно, и бизнес озабочены тем, что курс доллара не растет. И как раз это было негативным влиянием на экономику. Но смотрите, что произошло с тех пор. Даже взять коэффициент переноса курса, который Центральный банк приводит. Это следующее. Это 1% изменения курса доллара, на сколько процентов найдет отражение в ценах наших текущих. Центральный банк до последнего времени называл 0,18. То есть на 1%, соответственно, на 0,18 растут внутренние цены. Если мы возьмем 87 к 60, это 45%. Вот 45% на 0,18, это 8%. То есть увеличение инфляционного давления только за счет роста курса доллара, вот с тех уровней, которые были на момент принятия решения о ставке 7,5, является вот таким. Это очень существенное давление. Плюс к тому нельзя забывать, что... Это мы говорим про курс. Нельзя забывать о том, что инфляционное давление существует и в тех странах, про которые мы говорим. И свидетельством тому существенное повышение ставок в тех странах. А какого шага нам стоит ожидать, шага увеличения? На ваш взгляд? Вы знаете, аналитики говорят о том, что 0,25, ну вот минимальная оценка я слышал. 0,25, 0,45, да? 0,25, но начало, это начало повышательного цикла. Вот с тем, что от начала повышательного цикла я согласен, с оценкой 0,25. Я бы немножко расширил 0,25, 0,5. Это действительно будет начало повышательного цикла и на всех заседаниях, которые будут до конца года, ожидается повышение. Единственное, что сейчас действительно в рамках июльского заседания, я думаю, супер большого шага не будет, потому что, ну, все равно сезонное явление, все равно уборка урожая, начало осени всегда благоприятный момент с точки зрения инфляции для нас, да? Поэтому будет дан сигнал, вот, но это будет начало повышательного цикла. Вот еще вопрос, который многих волнует. Как это может сказаться, вот это начало повышательного цикла на пермиках и на бизнесе? Да. Ну, аналитики и центральный банк, в том числе, одной из причин инфляционного давления, существенного роста, повышение деловой активности и повышение потребительского спроса, потребительской активности, точнее говоря. Вследствие чего? Вследствие, опять же, бюджетных трат, значительных увеличения денежной массы в экономике, но и плюс к тому улучшению условий кредитования и бизнеса, и населения. Повысилась лояльность банков по отношению к заемщикам, то есть оценки заемщиков улучшились у банков. Вот, соответственно, произошло расширение, а, существенной ипотеки, как бы один из основных сегментов кредитования физлиц, и необеспеченного потребительского кредитования. Соответственно, центральный банк может воздействовать на ситуацию двумя способами. Мы знаем, первое, повышение ставки, соответственно, это повлияет на объемы кредитования. И второе, это ужесточение требований к заемщикам, которые он будет транслировать на коммерческие банки. Соответственно, вот таким образом повлияет, то есть по мере повышения ставки потребительская активность, собственно, для этого и будет делаться, чтобы потребительская активность падала, чтобы инфляция не разгонялась дальше. Как раз-таки с помощью повышения или последовательного повышения ключевой ставки. Благодарю вас за аналитику прогноза. Напомню, что о прогнозах по изменению ставки Центробанка и последствиях этого для перемяков мы говорили с Марком Усмановым, старшим преподавателем кафедры финансов, кредита и биржевого дела по ГНИЛ. Спасибо вам за интервью. Спасибо вам за интервью. Мы продолжаем подводить итоги дня. В студии Ксения Абажутина. Напомню, в первой части программы мы собрали всю хронологию событий пропавших туристов во время сплава. Кроме того, подвели предварительные итоги промышленной выставки на промо-2023. Сейчас перейду к другим новостам. Как себя чувствуют пермики при рекордной температуре воздуха? И сотрудники аппарата Краевой общественной палаты решили уйти вслед за бывшим председателем. Продолжу современные технологии, оборудование и услуги в области топливно-энергетического комплекса в составе единой экспозиции Пермского края в международной промышленной выставке. Инопром презентуют и представители НПО «Искра». Подробнее далее. На деловом завтраке и на промо представители различных отраслей приняли участие в открытой беседе о вызовах и перспективах российской промышленности. Главной задачей для себя в научно-производственном объединении «Искра», одном из крупнейших машиностроительных предприятий России, называют выработку новой стратегии в существующих реалиях. С другой стороны, это проблема, а с другой стороны, это перспективы. Перспективы выйти на новые рынки, освоить новые виды продукции. И на сегодняшний день анализ, который мы провели по рынку, показывает, что наша компетенция очень востребована для предприятий, которые традиционно использовали оборудование импортное. Так называемая программа импорта с замещением. И сегодня работаем с крупными компаниями, с лукойлом, с предприятием силовых машин, очень много контактов. И вот сегодня запланирована встреча с Казахстаном. Несмотря на сложные условия, такие как пандемия и санкции, руководству предприятия удалось сохранить коллектив, способный решать задачи заказчика любой сложности и воплощать в жизнь проекты как для топливно-энергетического комплекса, так и для других отраслей промышленности. Преимуществом является и то, что «Искра» имеет собственное мощное конструкторское бюро, в том числе проектный блок, широкий спектр компетенций в области проектирования оборудования ТЭК. Продукцию компании по праву считают надежной и долговечной. Технический и научный потенциал «Искра» позволяет решить инженерные задачи заказчиков любой сложности и предлагать высокоэффективные технические решения, прошедшие отработку на различных объектах нефтегазовых компаний. «Компания сейчас наращивает свое присутствие и в рамках своих программ с ПАО «Газпром» и рядом других предприятий. В частности, сейчас идет тендер, и компания активно в нем борется за поставку необходимого машиноследительного оборудования. Компания «Сибурхолдинг», которая в Осенцовском промышленном узле сейчас готовится к производству, будем всячески поддерживать нашего производителя, чтобы действительно чувствовала себя достаточно комфортно в сегодняшних и простых условиях». В приоритете для «Искры» развитие сервисных услуг и выход на новые рынки. Что касается задач на выставке «Инопром», делегация НПО не только принимает участие в конгрессной части мероприятия, но и проводит ряд деловых встреч с представителями крупнейших нефтегазовых компаний России и производителями промышленного оборудования. И главная цель – организация взаимовыгодного сотрудничества в перспективных проектах. Сотрудники аппарата общественной палаты Пермского края покинули свои должности. Сообщает коммерсант в Прикаме со ссылкой на собственные источники. Первым свою должность покинул руководитель аппарата – это Дмитрий Попов. За ним подтянулись и остальные сотрудники. Как прокомментировал РБК Пермь, председатель общественной палаты Лилия Ширяева, работники пошли за своим прежним руководителем – Дмитрием Красильниковым. Как только у него появился статус и организация. Это абсолютно логично и называется «команда», подчеркнула Ширяева. Напомню, что Дмитрий Красильников ранее возглавил дирекцию межвузовского кампуса мирового уровня «Будущая Перма». Вернусь к теме абсолютного температурного рекорда в рамках нашего мобильного опроса. Мы решили узнать у пермяков, а как они себя чувствуют в жаркую погоду. Так, большинство опрошенных очень утомляются, теряют свою работоспособность. Около 30% пермяков считают, что несколько дней в году можно и потерпеть. И чуть более, одно и пятое респондентов пытаются выжить и сидят под кондиционерами. Наименение смотрите далее. Около 40% россиян сообщили, что летний зной плохо сказывается на их самочувствии. Это выяснили специалисты сервиса «Рамблер энд Ко». Мы же решили узнать у пермяков, а как они себя чувствуют в жаркую погоду. Я себя чувствую во время жаркой погоды очень хорошо, потому что в Вернском крае очень мало теплых дней. Просто очень жарко. Во время жаркой погоды в целом чувствую себя неплохо. Бывает, что только солнце пропекает и слепит глаза. А так в целом замечательно, потому что в целом привыкла уже к такой жаре, быстро адаптируюсь. Жарко, тяжело. Тяжело перелосится такая погода. Ну, я думаю, она закончится. Я чувствую себя прекрасно в этой теплой погоде, потому что у нас теплых дней бывает очень мало. Поэтому наслаждаемся. Чувствую себя нормально, потому что лето в Перми и так короткое. Надо радоваться солнцу, жаре. Я чувствую себя нормально, очень люблю жару, поэтому мне прямо очень хорошо. Я очень умираю, потому что очень жарко. Это были мнения Пермяков. Если вы нас смотрите в интернете, то пишите комментарии под этим видео. А если в телевизионной версии, переходите по QR-коду на экране. В Перми прошел Urban Tour, организованной национальным объединением застройщиков жилья и федеральным порталом для девелоперов, единым ресурсом застройщиков. Это однодневная экскурсия по лучшим новостройкам Пермского края. Цель которой – познакомить гостей с лучшими практиками жилищного строительства нашего региона. О трендах в девелоперском продукте и о меняющихся приоритетах при выборе недвижимости жителей Перми расскажем далее. То есть мы понимаем, что сейчас люди, зарабатывающие деньги, не обязательно должны быть очень взрослыми. Покупатель квартир бизнес-класса в Перми серьезно молодеет. Если раньше купить жилье в новостройке такого уровня себе могли люди 45+, то теперь средний возраст приобретателя 35 лет. Об этом заявили представители группы компании «Альфа». В рамках Urban Tour коллеги из других регионов приехали на осмотр новостройок компаний в первую очередь. Цель – поделиться лучшими практиками, передать уникальный опыт. По мнению руководителя, портал Единого реестра застройщиков на первый план для потребителя сегодня выходят важные для качества жизни мелочи. Видно, что застройщики тянутся, изучают опыт. Ну и местная конкуренция, конечно, тоже борьба за потребителя. Сегодня потребители уже смотрят на все. То есть не только на то, сколько метров квадратных, цена и местоположение, как раньше было. Смотрят на целый пакет потребительских качеств, что заставляет застройщиков улучшать свой продукт. К улучшениям можно отнести не только парковки и большие холлы, но и кладовые, питьевой водопровод, общий подъездный санузел и даже мой кулап для собак. Подобные фишки есть и в пермских домах. К примеру, в доме Скворцы в центральной части города. Он был построен в рекордные сроки. 286 квартир на 10 этажах возвели за 18 месяцев. Важно то, что внимание в компании уделили и социальной ответственности. К примеру, здесь, около ЖК Скворцы, был обустроен не только парк, но и построен новый мост. И теперь им могут пользоваться не только жильцы конкретного дома, но и жители всей Перми. Еще один дом, который посетили в рамках Урбантура, это дом Эттон на Карпинского 49А, признанный призером федерального конкурса ТОП ЖК 2020. В том числе, благодаря реализации одного из лучших проектов благоустройства семейного двора в Перми. В целом, краевая столица показывает исключительно положительную динамику по возведению качественного жилья, отмечают представители ЕРЗ. Не хватает лишь маржинальности проектов, чтобы делать премиальные фасады и инженерные системы. Главный для нас принцип – это удобство жителей. То есть мы на самом деле стараемся тщательно продумывать каждые детали, чтобы жителям дома было максимально комфортно. Если человек, который купил квартиру, а на самом деле люди практически, это самая главная покупка для многих в их жизни, они приобретают, они в основном берут ипотеку, выплачивают 20-30 лет. И на самом деле хочется создать для них такие условия, чтобы они не пожалели об этом приобретении. В реализации подобных проектов очень важен опыт компании-застройщика. К примеру, группа компании «Альфа» за 16 лет построила 25 многоквартирных домов для 2700 семей. И сейчас это дома не только комфорт-класса, но и класса-премиум в историческом центре города. Это Петропавловский и Кама. В домах создадут сервисную компанию, оказывающую жителям услуги класса пятизвездочного отеля «Клининг» в угол собак или услуги «Няни». Вместе с вами мы подвели итоги дня на РБК Перемь. Еще больше новостей на нашем сайте и в социальных сетях. Подписывайтесь и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин